Что такое коллаген и зачем он нам нужен? Коллаген – это животный белок, он отвечает за молодость и красоту кожи, а также здоровье опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы. Это самый распространенный белок в организме, который присутствует в мышцах, костях, коже, соединительной ткани. Коллаген синтезируется в достаточном количестве до 25 лет, а после постепенно сокращается в количестве по мере старения организма. Однако с помощью определенных продуктов питания и добавок возможно восполнить недостаток. А теперь о полезных свойствах коллагена. Главное полезное свойство – это внешнее омоложение. Коллаген замедляет процесс старения и улучшает внешний вид кожи. Прием коллагеносодержащих препаратов помогает наладить пищеварение, нормализует гормональный фонт, делает суставы здоровее и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Положительно сказывается на качестве сна и процессе снижения веса. И также коллаген защищает волосы от внешних отрицательных воздействий, устраняет текущиеся концы, придает волосам блеск и делает их гуще. Самый распространенный источник коллагена – это бульон на кости. А также желатин – это тот самый коллаген, который извлечен из животной ткани. Из него можно приготовить фруктовое желе или заливную рыбу. Также яичный желток содержит коллаген. Кроме того, в яйцах достаточно полезных жиров и витамина D, которые помогают строительству мышц и костей. Нежирные сорта мяса – говядина и мясо индейки. Рыба и морепродукты. Лосось, тунец или форель с высоким содержанием омега-3 естественно повышает концентрацию коллагена. Овощи и фрукты. В них содержится не сам белок, а аминокислоты и витамины, необходимые для его синтеза. Особенно важна аскорбиновая кислота. Коллагеновые пептиды, то есть аминокислоты, естественным образом полученные из белка коллагена. Очень просто добавить к повседневной жизни в виде порошка, который растворяется в воде, кофе, супах. При выборе коллагенного порошка стоит обратить внимание на этикетку. Рекомендуется употреблять гидролизированные коллагеновые пептиды, которые были получены из органического крупного рогатого скота, который кормили травой. Надеюсь, информация была для вас полезной. Спасибо за просмотр и желаю вам красоты и здоровья. Не забывайте ставить лайки, так я буду знать, что вам нравятся мои видео. И подписывайтесь на мой канал, где я делюсь советами о красоте и здоровье, а также полезными и вкусными рецептами.